Итак, привет! Смотрите, сразу прошу прощения за то, что очень долго не выходила на связь. Просто я неожиданно улетела в Сочи. Значит, более подробно я еще вам расскажу, покажу, как и что нужно делать конкретно при капсуляции волос японских. Но так как уже некоторые девчонки у нас заказали через Marketplace, я сейчас вкратце вам расскажу, как же все-таки их капсулировать. Итак, значит, представим сейчас, будем немножечко в спартанских условиях, но все получится. Значит, смотрите, представим, что это у нас срез волос. Значит, для капсуляции вам нужно самый обычный бондер с липким слоем. Значит, он выглядит у нас как гель-лак, да, с кисточкой, как обычный лак. И нужна самая обычная детская присыпка. Детская присыпка нам нужна для того, чтобы нам сделать максимально хорошую сцепку между кератином и волосом. Так как волос гладкий, мы не можем... У нас кератин тут просто попросту не держится. Вот. Мы благодаря присыпке обезжирим этот волос. И он у нас никакими вилками обрабатывать не надо. Вот. Значит, смотрите. Представим, что вот здесь начало хвостика, да, у нас. Представим, что вот здесь у нас тресс. Вы берете... Вам не обязательно срезать полностью этот тресс. Вы можете отделять по одной прядочке, сколько вам надо. Вот здесь ее чикаете, прям у тресса. Все, будет у вас вот прядочка готовая. Далее. Вы берете кисточку с бондером. Бондер для ногтей абсолютно любой фирмы. Главное, чтобы он был с липким слоем. Откручиваете. Промазываете кисточкой. Ну, буквально тут, может быть, сантиметр, да, может, чуть поменьше. Далее. Он у нас высыхает. Делаем вот так. Далее. Он у нас немножечко подсох. Даже если не подсох, он липкий, там будет макроватый. Ничего страшного. Можете пальчиком, кстати, попробовать. Ну, это первые прядки, чтобы вам понимание у вас было. Как он себя ведет. Вот. Значит, обработали мы эту прядочку вот так вот кисточкой. Далее. Макаем в присыпку. Потом, ничего не стряхивая, начинаем капсулировать. Набираем обязательно тугоплавки, кератин. Мягкоплавки здесь не идет. Только тугоплавки, кератин. Три гранулы. И начинаем все это дело на эту смесь наносить. Далее зажимаем щипцами для формирования капсул. Все. Потом отрезаем. Капсулка готова. Вы меня простите еще раз, но это получилось очень спонтанно, неожиданно. Но так как я обещала, что вам запишу вкратце, я вам записала видео. А по приезду на следующей неделе я выставлю новое видео, где конкретно покажу и расскажу еще раз, как это делать. Значит, еще раз повторяю. Покупаем бондер для ногтей с липким слоем. Кстати, возникнет у вас такой вот вопрос. Смотрите. Вот этот бондер, когда вы наносите кисточкой, да, вот сюда. Вы, может, попадете чуть ниже. Чуть ниже, может, попадете. Он будет липкий. Ничего страшного. Никакие капсулы промывать не надо. Это когда вы потом уже будете наращивать, потом уже клиенточка 2-3 раза головы помоет, и все, у нее это смоется. Дядьки головы ходят с пузом. Вот. Так что вот. Значит, ну все. Наверное, в принципе, я вам рассказала вкратце. Покупаем бондер с липким слоем. Можно, конечно, и без липкого, но мне больше с липким понравилось. Можете поиграться. Купите такой и посмотреть, как вот вам в носке. Я вам скажу так. Если вы обработаете бондером, потом наверх присыпкой на эту кашицу начнете капсулировать, потом пройдет примерно час-полтора, это все дело зафиксируется, потом наращиваете клиенточки, обязательно говорите, чтобы 3-4 часа она не мыла голову, а лучше там до суток, держаться будет железобетонно. Ну все. Все. Всем хорошего дня. Мне хорошего отпуска. Неожиданного. Я прилечу и сниму вам новое видео. Прямо конкретно, как должно быть все. Вот. Все. Бондер. Обычную детскую присыпку. Самую дешевую. И в путь. Пока-пока.